Среди мер, призванных улучшить демографическую ситуацию, не последнее место занимает создание благоприятных условий жизни. Однако обеспечить их удается, увы, не всегда. В Твери жители многоэтажки вынуждены уже целую неделю живут без водоснабжения, тогда как вода — это важнейший жизнеобеспечивающий ресурс. Пятиэтажное здание, что находится в столице Верхневолжья, по адресу Красные Горки, 39, полностью отключили от воды, тем самым серьезно осложнив жизнь людей, в том числе и детей. Причем альтернативу подвоз воды в бочках никто не обеспечил. Кто виноват, а главное — что делать? Разбиралась наша съемочная группа. Каждое утро любови начинается с похода к Волге. Увы, не для того, чтобы полюбоваться на реку, а чтобы набрать воды. Ведь в доме на Красных Горках 39, ее нет больше недели. Ни холодный, ни горячий. Туалет смывать набираем в ведра и смываем таким образом туалет, потому что по-другому никак. У меня, например, комната вообще напротив туалета. То есть это вообще хоть оттуда не выходи, задохнуться можно. Жители пятиэтажного дома, три этажа из которых жилые, оказались в жизнеугрожающей ситуации. Ходить на реку по воду вынуждено более 20 семей. Пусть весьма неблизкий и не совсем легкий. Мало воду набрать, ее надо ведь донести на верхние этажи. Людям пенсионного и предпенсионного возрастов сделать это непросто. Поход в туалет. Чтобы пролить бачок, необходимо более пяти литров. Это только на туалеты. Если просто элементарно поддерживать. Помимо этого, еще нужно для стирки. Это нужно для просто уборки. Для здоровья это не очень полезно. Сегодня я уже встала, корсет одела, все немножечко намазала мази. Я привела себя в порядок. Сейчас вроде двигаюсь. Но представьте, вот это таскать. Трудно представить, что такое возможно в 21 веке. Когда человечество готовится к созданию обитаемых баз на Луне, искусственный интеллект становится почти обыденным явлением. А при этом в областном центре люди просто не могут помыться. И как много веков назад ходят черпать воду из речки. В речке будем мыться летом. Летом в речке. А зимой в проруби, наверное, больше как моржами здесь станем. Дети все-таки маленькие у многих. Вот они приходят вечером тоже не помыться и все такое. Вот таскают тоже воду сами. На первом этаже здания находится общественная столовая. Воды в ней тоже нет. Ну капелька там какая-то струя, что там даже ложку не помоешь. Само начальство привозит воду нам, чтобы нам готовить, мыть посуду. Все это моется в ведрах, ополоскивается тоже в ведрах, чтобы как-то поддерживать. Или ставим, если уже совсем беда, ставим одноразовую посуду, которую потом выкидываем. Управляющая компания ООО «УК ПИК», на балансе которой находится это здание, отправила жильцов решать проблему самостоятельно, рассказывают местные. Они сказали, звоните, стучите, обращайтесь в разные инстанции, чтобы добиться чего-то. Жильцы написали коллективное обращение в прокуратуру Тверской области, чтобы правоохранительные органы разобрались в сложившейся ситуации. Мы, в свою очередь, связались с управляющей компанией. И вот, что нам ответили. Это не к нам. Вопрос в администрацию, в прокуратуру, куда угодно, но не в управляющую компанию. А почему? Потому что там уже все завязано, подвязано. Все высшие власти. Это зависит не от управляющей компании. И на этом все. Что-то подсказывает, что у самих представителей Укашки вода дома все-таки есть. Стало быть, всем торопиться с решением проблемы незачем. Мы неоднократно рассказывали о бездействии или недобросовестном выполнении своих обязанностей тверскими управляющими компаниями. Недавно, к примеру, стало известно, что под суд пойдет гендиректор УК ООО «Домолоделец Т», который незаконно заработал свыше 18 миллионов рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура. Преступления совершались с декабря 2022 года по январь 2023. Он зарегистрировал также ООО «ТРКЦ» и заключил последний агентский договор. Согласно соглашению, гражданам плату за якобы предоставление услуг ЖКХ начисляла недавно образованная организация. Таким образом, руководство УК заработало свыше 18 миллионов. Директора будут судить по статье о незаконном предпринимательстве. О больших проблемах в системе управления многоквартирными домами много говорят и собственники жилья, и в органах власти, даже на федеральном уровне. А недавно губернатор Тверской области дал поручение навести порядок в работе управляющих компаний. Сейчас поставлена задача по анализу работы управляющих компаний. И что в рамках государственной политики мы могли бы сделать в части улучшения работы муниципальной и областной власти по отношению к запросам граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы будем следить за развитием ситуации. Обязательно расскажем, чем закончится история жильцов на Красных Горках 39. Поможет ли им обращение в надзорный орган и когда им дадут воду.